Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас видео покупки из Китая. В данном видео у нас будут не только одежда, но и кисти, и какие-то ещё непонятные интересные вещички, которые я там приобрела. Все покупки сегодняшнего видео это с сайта DressLily. Будем смотреть, мерить, пробовать. И первое, с чего я хочу начать, это с кистей. У них на сайте очень много разных кистей, но я остановила свой выбор на вот такой расцветке. И скорее жду не дождусь, просто ждала, когда будет это видео, чтобы снять все пакетики и поставить эту красоту на свою полочку и пользоваться этими красивыми кистями. Ура! Итак, здесь у нас 7 кистей. Для чего они? Здесь идёт для румян. Ну, лично я буду, да, румяна, хайлайтеры, корректоры. Далее растушёвочные кисти, которые мне очень нужны. Кисть для растушёвки как раз-таки из-за неё в основном я и взяла весь этот набор. Бочонок, который тоже пригодится. Плоская кисть для нанесения теней. Вообще я довольная. Вот этим можно наложить тон, но так как я не пользуюсь тоном и консилером, возможно, вот эти две мне даже и не подойдут кисти. Но вот эти все подойдут. Вот эти три для теней я буду использовать, а вот эти две для хайлайтера, румяна и так далее. Вообще я довольна. Посмотрите, они красивые, да? Они мне напоминают какую-то, знаете, единорожек какого-то сказочного. Здесь какие-то, кстати, интересные впадины. Для того, чтобы во время покраски не соскользнула с руки кисточка. В общем, это красиво, и кисть очень мягкая, хорошо набитая, и, в общем-то, я довольна кистями. Кстати, давайте я сразу скажу о костюме, в котором я нахожусь. Да, это у меня костюмчик такой вот интересный, чёрный, с вставочками такими белыми на кармашках. Вот здесь на кармашках. Здесь у нас вперёд такой, здесь такой небольшой рисуночек. И низ. Кофточка укороченная, немножко видно животик. Костюм не зимний, лёгкий. Но вот так как я люблю костюмы, я всё время их люблю менять, поэтому я заказала себе такой костюм, мне он на сайте понравился. Ткань очень приятная, и надеюсь носиться будет долго. Кстати, я на этом сайте заказала, точнее, хотела заказать ещё своему брату одежду, и я заказала ему брюки и три кофты. Но получилось такое, что размер немножечко не соответствует. У моего брата 2XL размер, и я заказала ему 2XL. И всё это пришло маленькое, возможно, кроме одной кофты, потому что она пришла 3XL, и я её заказывала 3XL, 2XL не было. И вот нужно заказывать, если будете заказывать ребятам, на размера, может быть, даже и на 2 больше, потому что всё, что пришло, всё пришло маленькое. Например, я заказала вот такую вот кофточку, да, вот такой расцветки, но мне показалось, она интересная, я не знаю. Здесь написано размер 2XL. Боюсь, что на моего брата она будет прям вообще очень сильно впритык. Ещё она, возможно, будет коротковатая, и по качеству я вам скажу, что это конкретная синтетика, даже, знаете, из которой шьют купальник. Вот, вот такая вот она, очень плотная, и я думаю, что в ней будут очень потеть. Вот это не очень мне ткань нравится для носки такой повседневной. Вот это надо, чтобы он померил, он придёт, померяет, и я тогда вставлю видео, если оно будет на нём сидеть. Дальше брюки. Брюки, на самом деле, очень прикольные, чёрные, классный материал, всё супер, поших, но они маленькие, реально, они ему только на одну ногу налазают, и это более, мне кажется, что они замечательно пойдут, более такому, поменьше парню будет замечательно. Вот он своему другу собирается их отдать, реально брюки очень классные, но опять же, размер, да, берите всё больше. Они такие лёгенькие, мне прям нравятся. Ну, единственное, ниточки немножко, ну, ничего, за такие цены мы можем ниточки, правда, поотрывать сами. Дальше вот такая вот ещё с длинным рукавом футболочка, она такая чёрная, с такими вот, ну, синяя вот такая вот вставочка здесь, и на рукавах вот такие синие вставочки, и внизу. Она, на самом деле, из приятного уже материала, скорее всего, это не синтетика даже, 2XL размер. Она прям воптигон моему брату, она ему прям даже понравилась, мне казалось, что он её прям хотел-хотел оставить, но нет, ему нужно посвободнее, это он отдаст своему другу. Вот было бы 3XL, а лучше 4XL, было бы замечательно. Вот такая кофточка. И ещё одна кофта, слушайте, выбирала всё на свой фасон, а потом, когда приходит, думаю, интересно, будет мой брат вообще такое носить или нет? Вот, это пришло у нас уже 3XL, и, возможно, вот это будет ему неплохо по размеру, он придёт, померит. Ткань приятная, скорее всего, это хлопок на ощупь, я чувствую. Здесь идёт такая сетка на рукавах, вот, то есть, она вся зелёная, да, на рукавах идёт сетка и резиночки такие. И я не знаю, понравится ему или нет, именно вот сама идея, да, вот так вот. В общем, это надо смотреть на нём, он должен прийти ко мне, и я засниму и покажу вам. Сразу, сразу вставлю в видео. Следующее, о чём я хотела рассказать, это вот такая белая кофта, вы видели уже меня в ней в видео, где я рассказывала про мой дневник. Она такая с большим вырезом для того, чтобы... Я давно хотела себе такую кофточку для того, чтобы, знаете, одно плечо спустить, так сексуально, красиво. Ну, в общем, мне нравится. И да, хорошо пошито, всё супер-пупер, длина, размер, всё замечательно. Ну, вот, посмотрите, как сидит, вот, рекомендую. Мне кажется, что это даже как-то трендово в наше время, хотя такие кофты всегда были в тренде. Ещё я заказала вот такую кофточку, и также я продолжаю искать себе такие кофточки, потому что эта кофточка немножко не удовлетворила мои ожидания. Я, во-первых, думала, что она из другой ткани, но это моя оплошность, потому что я не читала, что за ткань, не читала отзывы, просто заказала и всё. Знаете, сверху кофточек одевать. То есть вот такая кофточка с длинным рукавом, коротенькая, на завязочках. Вот ты, допустим, одеваешь футболку какую-то, сверху её, да, и завязочки вот здесь. Я вам, конечно, её покажу без кофты под низ, но она пришла мне, в общем, чуть-чуть маловатая, может быть, побольше надо было. Либо она пошита как-то немножко не так, но она у меня будет, я думаю, что куда-нибудь я её смогу применить. Ещё я себе заказала вот такую футболку, так как я всё время снимаю для вас видео, всё время ещё новые образы. Я заказала эту футболку, чтобы снимать видео, но больше всего я взяла именно из-за вот этой тесьмы, если честно. Я прям выбирала футболку, где будет вот такая длинная тесьма с пробитыми дырочками, потому что я хочу сделать один DIY, который увидела, подсмотрела идею в очень известном магазине с кофтой. Ну, в общем, посмотрю, если будет время, но мне нужна была именно такая лента вот с такими вот пробитыми дырочками. В принципе, кофта сама смотрится очень даже замечательно, возможно, я вообще себе этот дыракол уже купила на Алиэкспресс, заказала, поэтому ждём. Вот, а кофточка такая свободная, широкая и с очень интересным вот таким вот дизайном именно. Хотя, смотрите, как просто она, в принципе, пошита, да? Ну, а смотрится очень даже неплохо. Приятная ткань. Заказала себе ещё вот такие брюки для йоги, давно хотела. Они мне по размеру замечательно сидят, вот эта штука мне очень нравится, вообще подчёркивает как-то фигуру. Ну, в общем, буду заниматься йогой легко и свободно. Та-дам! И расцветочка классная мне идёт. Субтитры сделал DimaTorzok Ещё на этом сайте вообще я заказывала себе, но пришёл размер просто XXL. Вообще, я заказывала M-ку размер. Это вот такая корточка розовая. Блин, она такая классная, у меня розовые кроссовочки есть. Я так хотела, думала, что мне пойдёт. Но, честно говоря, XXL, это, по-моему, даже не моя мама размер. Будет на маму, на мою большой, не знаю. Не знаю даже, что делать. Она розовая вот такая вот. А здесь на рукавах тоже идут такие пробитые дырочки и шнуровочка. Вообще, она очень классная, мне казалось бы, но она очень большая. Вот такая вот. Вот такая вот незадача. Ещё я заказала такую вещь, честно говоря, ну, чисто поржать. Вообще, там ребёнок на сайте нарисован. Но я померила на Деньку и что-то ему вообще не совершенно не по размеру. Всё это, скорее, размер мой. А то такая шапка, наверное, тёплая. Короче, она одевается вот так. Здесь что-то подколано. Вот здесь я не знаю, это или рост, или нос вставляется. Вот так. Короче, такая тема. Но она тоже не по размеру. Вот эта штука очень большая, честно говоря. Сюда так на меня смотрят. Ну, в общем, это, знаете, бороду греть, усы греть. Это, скорее всего, для мужчин, наверное. Вот я думала, для ребёнка. Ну, не знаю. Может быть, вот эта штука отстёгивается здесь. Такая тёплая вязаная шапка, знаете. Вот эта штука отстёгивается. И, может быть, как бы просто вот так вот, я не знаю, как шапку носить. Как вам вот шапка такая? Я не знаю. Ну, в общем, заказала. И теперь не знаю сама, куда это носить, если честно. Дэнь, заказывала вообще тебе, как бы. Давай померим. Смотри. Стой. Ну, Дэнь, ну... Не хочет. Вообще, сайт разнообразный. Там много всего есть интересного. И я ещё взяла малому поиграть. Вот такой вот брелочек. Это такая уточка. Она уточка, а не простая. Она выдавливает яички. Яичка. Ты где? Вот, там яичко. Нет яичка? Есть яичко. Нет? Есть. Вот такая вот уточка. Резиновая, прикольная, интересная. С яйцом. Малому весело. В общем, всё, мои хорошие. Вот такие вот приобретения у меня были в последнее время. Надеюсь, что-то было вам интересным, полезным, что-то вам понравилось. Зайдите на сайт. Я ссылочку оставлю под видео. Посмотрите, там действительно товары от одежды до косметики и всяких аксессуаров, всяких игрушек. Очень всего много. Возможно, вам что-то подойдёт, понравится. И, в принципе, хорошие доступные цены. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была Селена Свей. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.